всем привет с вами аурум и сегодня у меня в принципе отличное настроение потому что мой клан выиграл 100 войн то есть мы получили эту соточку это просто офигенно круто тем более что предыдущие войны были не настолько блестящие не настолько крутые мы себя не очень хорошо проявляли я тому принципе тоже не исключение но собрались выиграли все классно вот пользуясь случаем сразу хочу поздравить игрока под никому мазор который дошел в общем-то в чемпион лигу это реально круто потому что мы в принципе собрались и шли вместе нога в ногу можно сказать но я к сожалению по тем или иным причинам так и не пошел дальше а он дошел я так понимаю сегодня поэтому мазор поздравляю тебя реально круто вот ну и что касается к в я не участвовал прям во всех выигрышных войнах но могу вам с уверенностью сказать что как только вели в игру клановые войны мой клан начал участвовать два раза два раза в неделю у нас было к в после введения в игру уровне клана мы сделали кого нон-стоп поэтому конечно же есть на данный момент кланы которых у которых больше войн выигранных я знаю есть 180 там даже 190 а 200 пока не слышал но есть и побольше но наших маленьких таких масштабах соточка это реально круто вот но и давайте собственно перейдем к самой войне к обзору этого клана счет был 98 76 и в принципе враг буквально под конец войны активизировался потому что я помню когда последний раз смотрел счет было что-то порядка 96 на 58 по моему и в конце войны враг действительно серьезно начал нам противостоять начну наверное со своих файлов моя первая атака на первый же номер я немного попутал мне вот я так понимаю я не должен был убить свое зеркало потому что ну как бы я должен был быть на добивании от греха подальше но я об этом узнал слишком позже поздно когда уже закончил этот бой вот мне никто к сожалению не сказал что я не должен бить свое зеркало задумка здесь была в общем то простая я взял такой вот тут микс 2 голема один клановой крепости один так взял 6 ведьм 2 пеки 14 магов и хотел вот давайте будем короче смотреть не выманивал клановую крепость бросил так уже ночи начался бой или нет а вот бросил двух големов выбросил магов для зачисточки и здесь пошли ведьма но единственное что я просчитался очень жестко я выбросил пек можно было обратить внимание что здесь скорее всего находится тесла и как оказалось дальнейшем там были все тесла поэтому мне здорово досталось здесь выбросил бомберов после этого пошли вся моя основная армия пошла в центр то есть моя задача ну как я себе это видел так как здесь два инферна хотя они первого этого я хотел зайти в центр в общем то я это и сделал и как вы уже догадались я снес ратушу но при этом мне просто не хватило процентов и не хватило потому что пик сюда брать вообще не нужно могут как не рекомендовал один из сокланов проще было взять четыре голема немного урезать магов и все бы было бы намного круче но увы здесь королева реально чудом добила тоун холл и и все у меня вообще абсолютно ничего не осталось поэтому 41 процент жестко раканул здесь жестко лоханулся самому очень неприятно потому что ну ну можно было здесь чуть по-другому решать реально големы бы здесь порешали потому что просто адский урон от тесл пеком принципе и и принес мне такое вот поражение но сразу хочу реабилитироваться напал опять на второй номер причем глава клана мне сразу подозрительно написал когда пошел бой я ни у кого не спрашивал я вижу что со второго номера выбита одна звезда и сразу пошел в бой и когда вернулся с боя то первым то что я увидел это надпись от главы зачем ты идешь на второго но опять таки я только вышел с боя вот поэтому тоже боялись что я могу напортачить здесь но все сложилось лучшим образом я построил голема специально для своего соклана хотел здесь идти классическим воздушным топ мифсом но у меня был голем не впадло бы его куда-то выбрасывать никто не хотел брать поэтому я его взял в бой и давайте смотреть очень успешно в общем какая задумка я выбрасываю сюда голема сюда же выбрасываю бомберов и потом идет что у нас идет потом в общем то выбрасываю героев и задумка то есть задача минимум здесь была выманить клановую крепость ну и что-нибудь порешать здесь средине но я если честно даже не рассчитывал что все сложится настолько охренительным образом вот то есть я конечно планировал здесь что-то зачистить основная задача была еще раз повторяюсь уничтожить клановую крепость то есть это в принципе самое главное ну и плюс здесь по зачищать но мои герои меня реально выручили тут кстати стоит обратить внимание вот сейчас король раз и вышел с этой ячейки он не пошел бить забор он пошел на ближайшую шахту после того как королева сейчас перевалит все вокруг примется за склад эликсира и сами понимаете что она будет делать итак она начинает долбить одну пвошку заканчивает с ней переключается на другую пвошку и все задача выполнена здесь осталось дело за малым я просто выпустил гонщик в клановой крепости у меня тоже было гонщик выпустил шары и все битва выиграна уже просто здесь конечно немножко растерялся с так как пошли шри они немного неправильно пошли поэтому не совсем как сказать эстетически красиво здесь брошены банки потом я принял решение что четвертую банку нужно выбросить именно в это место но здесь уже было реально сложно проиграть с таким количеством выживших шаров и с таким маленьким количеством защитных сооружений и плюс у меня даже не разорвалась одна из гончих или разорвалась ну давай бах да она разорвалась так что все вообще супер классно и короче крут мне если честно самому понравилось так что ребят x-mod для детей без x-mod все тоже можно отлично играть конечно расстановка базы здесь фартанула с такой расстановкой когда буквально големом героями можно зайти и уничтожить две положки просто сладость естественно если я их не уничтожил было бы сложнее и кто его знает как могло бы повернуться еще одна красочная атака нефса база очень интересно здесь есть очень интересный момент в этом реплее вообще к в достаточно такое эмоционально насыщенная потому что после того как мы несколько воин проиграли то нашим с 11 по там 40 номер всем ребятам было сказано если вы до 12 00 вечера не проведете свои первые атаки то тех кто не провел будете кикнуты вот и на самом деле я так понимаю все провели все круто сработали и в общем очень много эмоций было на этом кроме того что все так напряженно было но и радостно что клан может собраться клан может вести себя как бы актив и не вскопите как всегда атакуют своими ведьмами и валькириями и вот сейчас будет где-то здесь очень интересный момент он начинает уже хилить вот рейджик пошел сейчас несется то он холл снесутся эти арбалеты и вот сейчас будет самое крутое сейчас подождем пока это валькирия добьет заборинку как видим по флангам тоже все классно здесь голем здесь королева и вот смотрите как прыгает забавно через весь забор прыгают ведьмы скелетики и валькирии просто не знаю налюбоваться не могу через такой огромную заборе но они пропрыгивают прямо на север базы ну и в общем то все что тут можно сказать осталась одна башня лучницы и атака просто отменно здесь база конечно прикольная реально забавная то есть она как бы сделано для это база я так понимаю крутая если у тебя там 10 там пол знаете вот эти базы когда здесь много каких-то защитных сооружений сложно бить такую базу но в данном случае все оказалось очень красиво и в принципе легко для нефса так следующая атака это фейл нефса не знаю стоит ли его показывать ну давайте раз уж раз уж на 100 пошло здесь база тупо такой же планировки да но она легче по идее хотя ну хотя здесь я даже уже не помню как выглядела та база но раз уж раз уж это соперник на четвертой позиции а тот на третий то будем считать что это легче но здесь что-то не зафартило не знаю что именно наверное с банками здесь лоханулся немного нефс он принципе писал что очень обидно туда-сюда но атака тоже все равно была красивая то же самое он наверно провернул а здесь вообще слушайте я то ли прав тыкал арбалеты в той базе здесь стояли арбалеты верно вот и как-то блин да немного не такая расстановочка чуть-чуть по-другому и вот здесь как видим уже не асну точнее в этой атаки нефса уже не осталось валькирий короче все все как-то не так пошло как нужно очень 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 все сложно хотя вот живая королева способности у него как конечно нету еще есть две ведьмы которые идут по флангам и вот здесь на последних секундах я все-таки надеялся когда в онлайне смотрел эту атаку что он не справится но к сожалению этого не случилось примерно на этом моменте я понимал что остается до конца боя буквально там 40 секунд короче на этом все когда начала тесла вот вот сейчас он уничтожит черный барак и вот здесь тесла начинает по нему лупить все здесь очевидно что это все потому что здесь есть еще одна тесла и короче 5 4 3 2 1 бах 94 процента безумно обидно не оправдываясь говорил что он атаковал с телефона я ему верю он такие атаки в принципе на пятерочку делал обычно вот ну и предыдущая атака на аналогичную базу поэтому такое дело и здесь у нас атакует игорь атакует лорда райпен или репан в общем в общем по сути неважно важно здесь именно то что слабое пво и два слабых лизардных с клановой крепостью порешали и идем просто перпендикулярно на вот эти две ложечки причем наш частильщик смотрит кстати очень странно почему он смотрит именно в эту сторону то есть он идет вот так вот это очень странно потому что я бы если атаковал эту базу воздушным тут миксом я бы ну даже если бы частильщика не было то я бы атаковал именно с этой стороны потому что во первых пво здесь ближе к краю базы то есть не проще залетать ну а во вторых здесь пво слабее все таки то есть блин ну короче к этим положкам отсюда да вот этим положкам очень долго лететь поэтому я бы по-любому сюда бы залетал почему он дует в эту сторону но загадка не знаю ну и это все вот порешало как видим удачно вовремя брошенные гончи вслед шары и все классно повторяюсь икс мод для детей клевая атака много много щенков осталось много шаров все зашибись конечно клан соперник попался немножко слабее чем мы потому что тот десятый а-ля таун холл да который это недавно он атмос и кстати кстати стоит отметить что наверное когда начиналось гв у этого чувака строились два инферна то есть на того кого я нападал он него на фарм базе еще не были достроены два инферна но здесь уже кстати он достроил мне кажется это такой как бы баг в игре это немного нечестно то есть тот момент когда тапаешься и вот и такая хрень происходит это немного нечестно так атака волкмана здесь тоже воздушный топ микс первыми гонщими ну первые штаны 1 тоже все стандартно выманивается клановая крепость пылесоса я что-то здесь не вижу или вот это он был так фиг его знает уже где этот пылесос или вот здесь вообще не было или вот это это здание было но заново даже смотреть не будем и здесь все просто тоже на изи сносится только потому что прокачка 9 тонн холла мягко говоря оставляет желать лучшего и этот принципе решает абсолютно все поэтому стоит опять таки добавить что введение в игру пылесоса никаким образом вау туз 98 процента введение в игру пылесоса после последнего обновления никаким образом не повлияло на воздушный топ микс вот опять же мне даже интересно как он на 98 процентов умудрился вот здесь тоже крутая база для того чтобы здесь заходить големом и героями реально очень крутая база но туз решил ну как бы големом иногда стрёмно идти поэтому по классике жанра клановая крепость здесь находится очень близко к забору поэтому выманить тоже достаточно легко было тем более здесь пять магов что-то там луков наверное замочили упавшие шары так давайте мотать везде ну здесь будет убивание шаром насколько я понимаю да раз да вот на этом моменте он просрал много времени вот уже минута прошла боя да олег еще по-прежнему не уничтожил и психанул видите психанул и все-таки выбросил не дожидаясь пока маги будут уничтожены но не получилось у него уничтожить шаром здесь тоже нужно руку набивать поэтому на бывает здесь тоже немножко ведь их хаотично пошли шарики но баночки брошены правильно все отлично все пво уничтожены атака довольно достойная единственный момент что она так вот здесь без королевы и поэтому время просто не хватило плюс щенков осталось очень мало именно из-за того что здесь была королева и наверное всех помочила а и вот еще гончу боже да здесь еще не разорвалась две гончу в этом основная проблема почему так мало щенков ну и просто не добрал но атака вообще все круто все прикольно я бы единственно здесь реально пофанился вот сюда бы голема тоже пустил я реально буду пробовать големов големом и героями если сейчас не буду их апать вот на следующем кого тоже буду участвовать потому что не буду апать героев и буду смотреть на расстановку буду пробовать опять големом реально очень интересно вот игорь опять 96 то есть видим да у нас файлы 98 96 процентов это недобитые на одну звездочку очень кстати сильно хотелось увидеть здесь 100 звезд ну знаете 100 выигранных войн 100 звезд давайте посмотрим игоря да ну базы реально рашерский этот забор золотой режет глаз это ну ну и здесь хогами понятно 5 хоги прокачка базы оля full тх8 даже не короче не буду уже больше даже комментировать в общем на изи тоже хогами все сносит тебя хога выжила не так уж и много но но в принципе все равно на изи вот но дальше понятно королева дуэль двух королев сейчас будет ой его королева только что проиграл этот дуэль да 10 8 7 6 5 4 3 2 1 76 процентов обидка такая обида просто вообще жесть и все потому что королева проиграла дуэль да причем там тоже очень интересный момент был вражеская королева начала стрелять по королеве игоря и его королева никак на это не отреагировала очередная атака воздушным тотник сам пацаны реально решили доказать что воздух не порезали в принципе очень успешно это доказывают ну идти в лоб начислина чистильщика она это просто ради вымана клановой крепости я понял атака естественно отсюда это ну это очевидно езда еду на все так все таки он не выманил это понимаю полностью клановую крепость потому что было еще несколько попыток согреть клановую крепость на на его шарики на давайте смотреть что не получится кстати такая же база какую на которую они меня не такая же простите но очень просто похоже как-то арбалеты в общем у них такие интересные расстановочки конечно если бы не базы были по прокачивания то у нас бы могли получиться какие-то трудности но так как просто ну реально это раша что да такой цвет забора сразу выдает вашу ну и в конце какое-то время занимает уничтожение пушек и все три звезды так 53 процента туз амда гуру но давайте вот еще посмотрим последнюю атаку и наверное на этом будем заканчивать здесь наземный топ-микс 3 ведьмы 2 голема еще из 2 хога есть против восьмого тх такой наборчик не кислый давайте смотреть что будет 2 хога для вымана клановой крепости она вышла правда вроде не вся ним да это вся клановая крепость вышла и тупо 2 голема в спину маги король две пеки и она такой армии 8 х должен сноситься закрытыми глазами еще джамс пэл короче избиение младенцев джамс пэл завязать на восьмом тх это это классно реально нужно будет тоже что такое пофанится честно давно не видел джамс пэл она который бросается на базе восьмого таун холла это реально фаново просто издевательство какое-то над вражеским кланом опять очередная атака на изи соперникам в общем повезло просто компьютер супер цело знал о том что у нас намечается 100 победа которая на предыдущей войне была жестоко сорвана в моем прошлом обзоре кого я это показывал вот поэтому как то так в общем я думаю в принципе а так таких интересных достаточно потому что там дальше идут совсем рашерские базы я еще раз поздравляю весь свой клан весь его состав сотой победы это действительно достижение отдельное спасибо с руководителем отдельное спасибо главе клана которые смогли наладить комфортную обстановку в клане и надеюсь мы вернемся к очередной беспроигрышной серии с вами был аурум всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал